друзья мы сейчас ли у вас прессы мы как обычно находимся в недрах главного магазина сети компании сплавши находится в столице нашей родины на улице кечерская дом 16 со мной специалист компании сплав кирилл добрый день и сегодня мы поговорим про первый слой про первый слой многослойных комплектов и про первый слой так понимаю судя по цвету мы будем говорить про ну который ориентирован на военно-тактическое использование 1 значит поехали всем уже известно что в ассортименте нашей продукции есть 6 7 прошу прощения слойная система военной одежды и сегодня мы говорим про первый слой что такое первый слой это влагоотводящие термобелье для чего это нужно это круглогодично используемый элемент многослойной системы военной одежды круглогодичный во всех сезонах во всей местности в любую погоду первым слоем первым используется вот он основная его задача это обеспечить сухость вашего тела теплоизбережения защита от осадков это все выше скажем так первого слой первый слой это основа еще раз повторюсь задача сохранить ваше тело сухим так как комплект круглогодичный он у нас представлен в четырех изделиях это футболка с коротким рукавом футболка с длинным рукавом трусы и брюки кольцо собственно прошу прощения собственно как комплекте пока у комплекте пока у тоже четыре элемента первом слое например возьмем комплекты квадс ген-3 того квадси два элемента первом слой это футболка с длинным рукавом и брюки кольцом а в пока у 4 почему 4 как абсолютно правильно сказал кирилл чтобы можно было когда у нас ли ну в теплое время года условно в теплое время года мы носим короткий комплект в холодное время года мы носим длинный комплект все ну собственно для того чтобы у вас была ориентировка когда вы ходите летний полевой костюм масс халат или летний боевой костюм вы одеваете короткое белье когда вы одеваете в качестве основного слоя 5 слой то есть soft shell вы одеваете длинные или все просто естественно вы можете комбинировать это все между собой но в целом вот рекомендации звучит именно так по материалу который используется в производстве данных комплектов это 62 процента нейлона 28 процентов уголь бамбука как не было ли это с углем бамбука пресса друзья 10 процентов парк сложно короче написано что мы не можем с первого раза воспроизвести состав очень сплав заморочился на состав воротился камер как как айфон практически состав как айфона такая же сложность и плюс ко всему этому идет обработка серебром сальвадур от компании дюкон серебро сами знаете обеспечивает как бы он блокирует не блокирует замедляет размножением бактерий 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 которые вызывают появление приятного запаха да и я скажу друзья что вот эта обработка серебром и он и серебра обработки группа это сто процентов сто процентов рабочая тема на сто процентов работе я не шучу я потому что проверялся носками то есть более элемента который но актуален к вопросу неприятного запаха просим прощение физиологические подробности это носки вот американские военные носки обработанные серебром это прямо тема тема это прямо вот прям вообще короче бомба а значит ну уголь вы наверное услышали уголь это в чем штука то есть кто-то где-то когда-то придумал что уголь бамбука можно добавлять волокну то сверху им обрабатывать что есть это не нитка а именно обработки он тоже как бы препятствует размножение всяких нехороших бактерий плюс дает большую комфортность не дает быстрого сухо не в том числе то есть белье ориентировано длительную носку давых условиях да это очень важно на длительную носку в полевых условиях это несколько в чем нескольких суток когда возможности поменять белье там но нет вот она изначально на это ориентирована я у тебя спрошу пару моментов по поводу основных характер то есть у нас здесь значит ну грубо говоря то на здесь брюки есть трусы это обрезанные брюки футболка с длинным рукавом весь футбол с короткой это обрезанный с коротким ругам я поняла смотрю нашу и все регланда до рукав реглан все швы плоские все швы плоские рукав реглан дальше прощение для того чтобы минимизировать количество швы не терлось нигде где положено далее я сейчас буду комментатором я буду сейчас комментатором я знаю почему не плоская резинка но тут ситуация в следующем плоская резинка при производстве конфликтует с вот этим довольно таки тонким материалом на стыках да сделать это хорошо и надежно к сожалению невозможно поэтому было принято решение ставить не плоскую резинку даже если мы пытались ее ставить пытались это делать но с этим материалом она конфликтует получается следующее в процессе носки ну понятно это резинка просто отрывать на стыке материала и вы начинаете ругаться а тут вот ну друзья вот такой момент еще я хочу обратить момент до сих пор вот люди пишут меня если честно это убивает я уже потому что объяснял 10 раз но придется объяснить еще раз спрашивают какого значит дьявола вы в 21 веке делаете на нижнем белье и отстойный гульфик это ну я думаю что те кто это пишут никогда не носили разгрузочные пояса не пытались справить извините малую нужду не пытались до смысл в том что пояс брюк первого слоя и пояс трусов первого слоя боксеров он проходит на том уровне где у вас проходит разручный пояс на этом уровне проходит пояс и когда вы идете до пардон расстегнули ширинку на боевых брюках на своих и вот этот прорезь клапан этот гульфик он позволяет вам до малую нужду справить без проблем а когда у вас нету его то вам надо туда нас произвести манипуляции хитрые вытащить пояс до трусов соответственно либо брюк кольцо на испаду понятно зачем речь и в чем фишка назад его вернуть потом под подогнанный поезд разгрузочи довольно тяжело вот это все сбивается там в коме и тогда когда тогда вот для этого гульфик взял то есть гульфик гульфик это отличие на самом деле военного белья от спортивного от спортивного даже с паттуристической тоже много но спортивное белье она практически всю без гульфика ее потому что спортивное белье одевать сверху спортивные брюки никаких поясов разрушить ничего не избрали военных это актуально прям реально актуально поэтому этом респект что вульфик есть почувствовать начну и тоже не маловажный нюанс крой самого белья а крой скажем так средний то есть это не компрессионное белье и важным но тем не менее когда вы подбираете себе такой комплект лучше подбирать его так чтобы оно было в обтяжку на облегал облегал именно облегал друзья материал хочу сказать что на ощупь у него как бы объяснить в общем у него есть наружная часть да есть внутренняя часть внутренняя часть выполнена очень такой как сказать тактильно приятный несмотря на то что здесь мы имеем практически и стопроцентной но грубо говоря в основном у нас состав синтетический на ощупь внутренняя страна выполнена очень так сильно приятно это к тому что многие вот постоянно жалуются на термобелье что но и некомфортно на ней мы очень долго по проще на ощупь вот как натуральный материал это прям респект принципе есть аналог данного белья в других цветах то есть кроме оливы он еще есть в темно-песочном есть по практически полный аналог за исключением вот этого элемента гульфика в туристической линейке но там уже цвета повеселее если вам это надо не нужен гульфи друзья туристическая линейка тоже самое все то же самое для автоистической это называется как у нас это длинная хорошая это длина все это хорошо ну вот единственное вам объяснили почему плоская резинка вы спросите 10 раз вот мы вам объяснили почему вот и все а вы делаете выводы все я буду очень просто друзья первый слой это я бы сказал классический первый слой крой материалы конструкция назначения и совокупный свой и теперь у грамотно друзья да пребудет сами сила пока до сюда